Приветствую вас. Если говорить о навязчивости, то это по большому счёту некие желания, которые вы себе запрещаете. Если говорить об ассоциациях, то это возврат к чему-то проблемному. Если говорить глобально, то мне показалось, что речь идёт о чувстве брошенности, о чувстве покинутости, об одиночестве и о некой замкнутости. В этом самом-самом одиночестве. Вот. Мне кажется, вы немножко небазро собратились на самом деле, потому что мы психологи, мы не ставим диагнозы. Мы смогаем разобраться в себе, но мы не ставим диагнозов. Вот. А вы же здесь хотите, вот как мне показалось, вы хотите именно, чтобы мы поставили диагноз. Вам нет. Это так не работает. Я не буду ни оспаривать, ни поддерживать ни один из диагнозов, которые вам поставил психиатр. То есть вот вы говорите, да, что я принимал уже антидепрессанты, лечил от панических атаки, тревожно-депрессивного расстройства с постоянной дереализацией. Вам нужно здесь, как сказать, вам нужно здесь обращать внимание на вот эти вот перечисленные вами симптомы и, соответственно, заниматься психотерапией причин этих состояний. То есть лечение, одного только лечения мало, как и прием антидепрессантов. Медикаментозное воздействие, оно только для улучшения вашего состояния. Вот. Но ни в коем случае не для терапии. А вот. А терапия есть. Есть терапия и проводится анал. Либо в группе, либо индивидуально. И, соответственно, занимается этим может как психотерапевт, так и психолог, практик. Вот. То есть это то, что можно вам сказать. Все, что вы описываете дальше, это, да, это все, безусловно, очень неприятное. Вот. А в какой-то степени причина даже не в том, что вы поссорились с молодым человеком, например, или не в том, что у вашей мамы случилось несчастье. А в том, как вы готовы на это все реагировать? То есть как вы воспринимаете это? Потому что я увидел, например, что воспринимаете это вы в целом достаточно негативно, как мне показалось. И если вы воспринимаете это в целом достаточно негативно, то, наверное, есть какие-то свои причины, какие-то свои основания для того, например, почему вы негативно воспринимаете, ну, допустим, конфликт. Вот. Почему вы негативно воспринимаете ссору с, ну, с человеком любимым, например. То есть вы здесь можете бояться человека потерять, вы здесь можете бояться сосадных. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. И это все очень важно. Если смотреть на ваш текст, да, значит, что, ну, тут вы называете про диагнозы, диагнозы в интернете вам никто не болтает, а вот почему вы сомневаетесь? Вот. Это большой вопрос. Здесь, изероятно, речь идет про недоверие себе. Началось в парке. Я гулял, я стоял, закрыл глаза. А, я гулял, и я со мной это не могу расслабиться. И мое тело становится напряженным внутри тревогом. Дальше вы начали видеть образ неприятного. Я в этом вижу некую агрессию, которая во время не была выращена. Я здесь вижу проблемы с выражением, с выражением агрессии, честно говоря. У вас. А вы можете, конечно, со мной не соглашаться в этом плане, да, в этом смысле. Но, тем не менее, если это агрессия, вывод достаточно плохо, ну, брожает агрессию свою. Вот. То есть, достаточно плохо, вот, вот, защищается себя. Вот. Это первый. Второй. Ссора с молодым человеком произошло не просто так, это проявление психологической игры. Скандал. Вот. И, соответственно, тут важно понимать причины. как бы, ну, причины заключаются в том, значит, что вы боитесь ближества духовной и интимной, что вы, опять же, не аутентичны. В проявлениях своих психологических желаний и прочего. Вот. Вот. Ну, еще, как мне кажется, вы склонны вот уходить в, ну, по вам это не меры, да. Вот. Ну, не в реальный мир. Ага. То есть, мир осознает настолько вот вы, полно, настолько ярко вы, ага. что это обидывает. Вот. Я так думаю, что, ну, в какой-то степени мир окружающий мир для вас, ну, угрожающий выглядит. Вот. Тут нужно постараться понять, чем он вам угрожает, если это так. И, соответственно, помочь вам, вот, если, ну, это действительно так. Вот. Все. В принципе. Все. На этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.